Добрый вечер. Так, включил запись, да? Да, да, конечно. Добрый вечер. Почему-то я вижу... Хорошо. Добрый вечер всем, кто присоединился и тем, кто будет слушать в дальнейшем. Мы продолжаем курс, посвященный храму. И на прошлом уроке мы перевалили через ключевую точку в истории, через разрушение храма. То есть, если до сих пор мы обсуждали о том, каким был храм, первый, второй момент его существования, то на прошлом уроке мы сначала тоже обсудили, каким он еще был, но в описании книг Нового Завета. И затем уже обсудили о том, как уж раз мы коснулись христианства, мы обсуждали то, как в течение последующих веков христианский мир смотрел на тему храма. Очень кратко. Тема эта, кстати, очень меня заинтересовала, и мы тут даже обсуждаем возможность некоторого мини-семинара на эту тему, но это в скобках. А теперь мы продолжим обсуждать, как виделся храм после его разрушения, но уже в центральной линии, а именно как смотрел еврейский народ в первые века после разрушения храма на сложившуюся ситуацию. Понятно, что разрушение храма было катастрофой. Катастрофой, я даже не говорю о мистической стороне дела, а чисто социальной. Вся жизнь еврейского народа была выстроена вокруг храма. Религиозная жизнь и в значительной степени общественная жизнь, в некоторой степени политическая жизнь строилась, имея храм в центре. После того, как храм был разрушен, народ и его руководство должны были выиграть какой-то путь. Как жить дальше? Теоретически, возможно, много было реакций, и, глядя на, скажем так, родственные группы, мы можем видеть другие способы решения. Одна крайняя форма реакции, которая была возможной для еврейства, это путь, который избрали самаритяне. Самаритяне, им тоже был их храм, который стоял на горе Горезина, тоже был разрушен. Он был в такой же степени центром их жизни, в какой иерусалимский храм был центром жизни евреев. И путь, который избрали самаритяне, давайте сохраним все, что можно, даже если оно будет не совсем так. Нам не дают приносить пасхальную жертву на месте храма. Поэтому мы сдвинем пасхальную жертву, мы будем переносить ее под горой, а не на горе. И так далее. Все, что мы могли делать в храме, если мы можем это сделать как-то примерно, в какой-то степени сохранив, минимально изменив порядок совершения ритуала, давайте это сделаем. Это путь, который избрали самаритяне. Ну, в исторической перспективе путь был тупиковым. Самаритяне, при всей нашей симпатии к этому, милой группе людей, 400 человек, или сколько их там осталось, это исчезающее. И, в общем, если бы не создание государства Израиля, я думаю, уже бы исчезла эта группа. И, естественно, на ней нет никакого общего мирового значения и влияния на что бы ни было. Другой путь выбрали христиане, или первые, скажем так, евреи-христиане, где у христиани? Ведь мы закончили вчерашний, ближе к концу предыдущего урока, мы обсуждали, что первые христиане, апостолы, проводили все время в храме. То есть после того, как Иисус был казнен, естественный, а потом там все как было, все как, знаете, естественной реакцией учеников было, где находились, где находились в храме, там много раз почерпили, что они были в храме. Изначально, если мы вспоминаем раннее христианство как ответвление общееврейской, как одно из течений еврейства, когда были там, были пруши, наследи, наследи, на которых мы являемся, были судукеи, были Иисеи, были первые христиане. Это была некая ветка внутри еврейства, которая была точно так же связана с храмом, так и другие ветки. Но реакция на разрушение храма у христианства была совершенно иной. Христианство отказалось полностью идентифицироваться с воспоминаниями о храме. она приняла разрушение храма как данность и даже как положительную данность, особенно византийское христианство. И в последующие века в это отношение произошло разные изменения, о чем мы говорили в прошлый раз, но глобально отказалось, что нет храма, нету и нету, живем по-другому, забыли. Условно говоря. Еврейский путь был не этим и не этим. На самом деле неправильно выйти в одном еврейском пути, поскольку было, у еврейства было много лидеров, и эти лидеры вели народ немножко по разному пути. И то, что мы имеем в результате, является синтезом деятельности разных людей. И наибольшее значение в выработке отношения еврейства к храму сыграли два человека, которых мы сейчас первым делом обсудим. Рабью Ханан бен Закай и Рабан Гемлеев. Рабью Ханан бен Закай был кольм. И это очень важно понимать для последующей истории. То есть, выстраивая способ существования еврейского народа без храма, Рабью Ханан Закай одновременно отказывался от своего, не только от прошлого национального, но и от своего личного прошлого. Он служил в храме. Он сам служил в храме для него. Он точно так же, он даже больше, чем его слушатели, которые в храм только приходили. Он там же функционировал, он понимал больше, чем многие другие величия потери. И тем не менее, я думаю, что все слушатели знают, но все-таки два слова. Рабью Хананан бен Закай смог спастись из осажденного Русалима. Ученики вынесли его под видом трупа, сказав, что они будут хоронить учителя, и римляне его выпустили, после чего он сдался римским властям и смог выпросить право собрать мудрецов, некоторое количество мудрецов, не погибших на страшной войне в городе Явно, чтобы продолжать выстраивать существование юридского народа после разрушения храма. Рабью Хананан Закай в наших источниках принадлежит огромное количество высказываний. Мы очень много чего-нибудь знаем, можно говорить не один урок, а много уроков только о нем как в человеке. Для того, чтобы понять, как он пытался выстроить жизнь без храма, он это должен, это на него будет было, он стал руководителем, оказался руководителем народа в этот момент. Можно обратиться к его токанод. Ему принадлежит 9 токанод, 9 решений, установлений, которые с тех пор обязывают еврейский народ, которые он установил, а его осуд Беддин, состоящий из его учеников, утвердил и принял от имени еврейского народа. И вот по этим токанодам мы можем понять направление его мысли. Например, одна из токанод это насчет трубления в шафа. В шафа. В момент, когда храм существовал, то мы уже говорили, что в самом начале, что шабатние запреты по умолчанию не распространяются, как бы не совсем так. Шабатние запреты не отменяют деятельности храма в тех, в своей части, в которой установлена Тора. То есть, подход к храму был такой, что то, что написано в Торе, должно происходить, должно происходить в том числе в шабат, и шабат, не шабат, не важно. Однако же, если какие-то вещи установлены потом мудрецами, они могли в какой-то степени... То, что Торе не написано относительно храма, в какой-то степени шабат соблюдался. И в храме тоже. То есть, нельзя сказать, что в храме полностью отсутствовал шабат. Но вот основные принципиальные вещи происходили в шабат. И, в частности, в шафар трубили в храме, а вне храма, если... Извините, я не спромолил, да? Мы говорим о рошашина. Мы говорим о ротрублении в шафар в рошашина. В храме брош шана трубили в шафар точно так же, как если бы это не был шабат. Во всех остальных, во всем остальном еврейском мире шабат, как мы это сейчас и происходим, мы не... не трубили в шафар. То есть, есть два дня рошашина, в один день, который не шабат трубят, в другой день не трубят. Теперь храм разрушен. Какая должна быть ситуация? В принципе, во всем мире получается, что в шаббат не будут трубить, получается, что в один из дней рошашина не будет трубить. трубление в шафар. Рабио Хананзакай не принял этой ситуации, и он установил, что в Де Дине, там, где заседает суд из мудрецов, мы будем воспоминания о том, как это было в храме, трубить в шафар. это установление в какой-то момент перестало действовать. Мы говорили о том, что таканот Юханан Бензакая действует и обязывает народ с тех пор. Все остальные таканоты, как мы сейчас обсудим, продолжают действие или почти все, продолжают действие по сей день, а это, в принципе, потерялось. по этому установлению, в тех местах, где действует большой Бензин, уважаемый один из центральных Бензинов еврейского народа, даже не обязательно самый центральный, они хотя бы один из центральных на страну, должны были бы трубить в шафар, в шаббат, так как это происходило в храме. И тем самым это бы с одной стороны напоминало о том, что храма нет, и поэтому как бы Бензин принимает на сегодня свою роль, при этом это не совсем, мы не отменили это вот некоторое промежуточное состояние, которое позволяет с одной стороны помнить о том, что храма нет, а с другой стороны продолжать не терять те заповеди, которые потерялись бы, если бы в отсутствие храма. Как я сказал, это восстановление в какой-то момент было утрачено. После восстановления государства Израиль было сделано попытки вернуть были люди, очень больших авторитетов Торы, которые пытались восстановить в Иерусалиме трубление в шафар, в Рошина, приходящийся на шаббат, но это не прижилось так или иначе вот это так она потерялась. Другой пример установления тоже такого же это связано с улавом. Норма во времена существования храма норма была, что в храме брали четыре вида растений, да, арбаминин, улав и витрок и размахивали ими все семь дней праздника. А вне храма только в один день, только в первый день праздника, в остальный день нет. И когда бы разрушен храм, опять же, можно было бы сказать, давайте оставим во всем мире так, как это было во всем мире. но тогда бы остальные дни суббота потеряли свою специфику, да, то есть тогда бы во всем мире махали этими четырьмя видами хрустами только в первый день. А еще если первый день приходился бы на шаббат, так мы вообще бы не махали, мы попадали бы иногда в такие годы, когда в праздник суббот вообще не машут арбаминин. Так вот эту ситуацию Рабио Ханан предотвратил тем, что распространил на весь еврейский народ норму, которая была во времена храма только в храме. То есть теперь все мы, все семь дней, точнее шесть дней с семи без шаббата махим и темаром и ним, так, как это когда-то делалось в храме. То есть тем самым мы сохранили заповедь, несмотря на то, что тем самым как бы мы делаем вне храма то, что раньше делалось в храме. Еще один пример пожалуй еще один пример решения Ханана бен-така это вопрос о гере, о жертве гера. Геюр, вступление в еврейский народ состоит из нескольких актов согласно Торе. Один акт это принятие на себя за актузи, принятие обязательства соблюдать за акт вступить в еврейский народ, то, что делается перед лицом к судам. Есть окунание в мигу, есть брит для мужчины гера, то есть для женщины гера пока было два, георр было два пункта для мужчины три, но есть еще один, в момент, когда храм был, Геюр не заканчивался этими актами, человек, который принял на себя обязательства, совершил брит милу, окунулся в мигу, его Геюр еще не обеспечил вступать в еврейский народ, а однако же жертву принести невозможно. и первое время идея была в том, что каждый герр должен отложить деньги и спрятать их на службу, вот когда придет храм, тогда я эти деньги буду, на эти деньги уже куплю жертву и принесу ее, то есть у меня все готово, я готов к нижеминутному возвращению храма. храма отменил этот принцип, потому что это было чревато очень серьезным нарушением, эти монеты где-то лежат, они завернуты в платочек у этого гера, он сам может забыть, он может умереть, как случается с большинством людей в конце концов, переехать, а деньги останутся, это деньги Эгдеш, это деньги, которые запрещено использовать такие-либо нужды, кроме той жертвы, для которой они отложены, и человек, который использовал бы их совершил тяжелое прегрешение, даже если он делал это не намеренно, и поэтому Рабью Харамбин Закай отменил это, хотя казалось бы, он тем самым снизил остроту ожидания храма, мы уже не ждем каждую минуту, мы не приготовим жертву, никто из нас сейчас не откладывает денег для того, чтобы принести жертву или иную жертву, когда такая возможность предоставить. Это началось с Гера, но и никто и другой человек, никакая роженица не откладывает деньги на голубя, которого должна была бы принести и так далее, никакой грешник не откладывает деньги на жертву за грех. То есть, и это результат вот этого решения Рабью Харамбин Закая, что мы не будем создавать эту проблему, состоящую в том, что будут бродить деньги среди нас, деньги, предназначенные на жертву, которые нельзя больше использовать никаким другим способом. То есть, вот мы видим направление мысли Рабью Ханана, который пытается выстроить жизнь без храма, уменьшив количество возможных нарушений, по возможности сохраняя как и так это одна линия, но на этом линии не закрыли. Линия Рабью Ханана, хотя она и ведущая, и она в значительной степени сформировала иудаизм времен Мишны и Талмуда, но эта линия не была исчерпывающая. Второй линией была линия Раби Рабана Гамлиэля. Рабан Гамлиэль, если Рабью Ханан представлял поинское сословие, то Рабан Гамлиэль был наследником царского рода Давида. Он был Наси. Наси функция, сформировавшаяся ближе к концу эпохи второго храма, или, скажем так, вышедшая на передний план ближе к концу эпохи второго храма, это был мудрец, один из ведущих мудрецов, то есть это не был царь в прежнем смысле, когда царь мог быть вполне и невежный, да, во время первого храма были цари, которые никак не были знатоками Торы, иногда, многие. А это был один из мудрецов, один из выдающихся мудрецов Тора, но при этом он был подолком царского рода. И к нему было особое отношение. Насим, и потом Насим еще на протяжении нескольких сот лет возглавляли еврейский народ, точнее, ту его часть, которая оставалась в стране Израиля, в то время, как у бавилонского еврейства, были свои вожди. Так вот, Рабиан Гавриэль был Насим, и для него, и его задачей было максимально сохранить память о храме и выполнять то, что можно выполнять. И наиболее яркий пример этого факта в том, что, судя по всему, Рабан Гавриэль продолжал приносить пасхальную веру. Тут надо остановиться и сказать, что в тот момент, когда римляне разрушали храм, они нигде не сказали, что они разрушили жертвенник. Мне кажется, я это вкратце упоминал, но в то время как храм был наполовину деревянным, наполовину каменным, и поэтому там было чему гореть, и он горел и рушился при пожаре, жертвенник строение целиком каменное, и между камнями там что-то вроде цемента, некая смесь, совершенно негорючая. Жертвенник поджечь невозможно. То есть, если бы римляне поставили перед собой задачу разрушить жертвенник, они должны были бы немало потрудиться, долго крушить и долбить. Так вот, судя по всему, они этого не сделали, или, точнее, это сделали только значительно потом, сейчас мы скажем, когда. То есть, от 70-го до 130-го года, на протяжении 60-ти лет, рядом с развалинами разрушенного храма стоял целенький жертвенник. Или, по крайней мере, часть времени он стоял целенький, возможно, чтобы в какой-то момент он начал повреждаться и так далее, но он был. Так вот, у нас есть ряд свидетельств того, что Раван Гамлиэль продолжал приносить пасхальные жертвы, мы не знаем, один раз, два раза, десять раз, всю жизнь, этого мы не можем сказать. Какие у нас есть действия, я не буду сейчас долго, много времени тратить, но несколько примеров приведу. Например, в одном месте в Нишне Псахим обсуждается, можно ли жарить пасхальную жертву, как ее надо жарить, надо ли ее жарить обязательно на шампуре или на вертеле или еще на каком-то вещи, которая называется оскала. Оскала, по-видимому, это что-то вроде железного противня, может быть, железной решетки, мы точно не знаем, но там нет дискуссии об этой оскале. Так вот, вдруг приходит Рави Цадык и говорит, «А было так, что Рабан Гамлеель сказал своему рабу Табге, иди и пожарь Песах на оскале». Пасхальную жертву на оскале. Совершенно приходит человек, свидетельствует, что он слышал, видел Рабан Гамлеель не просто жарящего Песаха, а еще спокойно говорил своему рабу, как именно пожарить пасхальную жертву. В другом месте обсуждается, что когда обсуждается вопрос введения високосного года и Бурошана, то есть, ну, опять же, наверное, слушатели знают, но все-таки на всякий случай еврейский календарь устроен таким образом, что обычно в годе 12 месяцев, но если бы мы сделали, как мусульмане, оставили всегда 12 месяцев, то наши праздники съезжали бы по отношению к солнечному году и к временам года. Однако же, хотя у нас календарь вообще-то солнечный, месяц, лунный у нас, месяц у нас лунный, но праздники наши сориентированы по времени года. И Песах обязан быть весной, а Суходор быть осенью, и никак этого мы не можем позволить, чтобы было иначе. поэтому нормальная ситуация, которая существовала и во времена храма, и еще некоторое время после его разрушения, состояла в том, что свидетели приходили в суд, говорили, что вот видели новую, это про Луну, месяц установили свидетельство, по-моему, про Суходор сейчас будет обсуждаться, а кроме этого, суд добавлял лишний месяц, глядя по времени года. Суд добавлял месяц, второй отдат, как и бывает в наше время, это снова календарь фиксированный, а в те времена это не было фиксировано, было решение суда. Суд принимал внимание несколько обстоятельств. Он смотрел, например, проросли ячмень. В момент Песаха ячмень уже должен колоситься, а с другой стороны смотрел, как поживают овцы, и родились и маленькие овцы, потому что ягнята должны послужить пасхальной жертвой. Так вот, и говорится, что Романг и суд объявлял, что мы добавляем месяц и приводил аргумент. Мы добавляем месяц, потому что мы смотрим, что ячмень еще не того, или мы добавляем месяц, потому что еще вот овцы даже не собираются рожать, или что-нибудь такое. То есть, и вот зафиксировано, что Романг Гамлеэль добавил лишний месяц, потому что он увидел, что овцы, что ягнята еще не будут готовы к пасхальной жертве. конечно, это менее сильный аргумент, чем первый, потому что теоретически можно было бы сказать, что не то, что Романг Гамлеэль приносил пасхальную жертву, а просто он думал, что вот может быть в любой момент может поступить снова и снова к рам, и надо будет приносить пасхальную жертву, и поэтому хотел учитывать это обстоятельство. Но это тоже достаточно сильно показывает, насколько важно для него было, чтобы сохранить возможность принести пасхальную жертву, но один из комментаторов, очень уважаемый комментатор 200-летней давности, Маарат Скают, комментируя это место в Димае, говорит, приходит к выводу, что Романг Гамлеэль приносил пасхальную жертву в отсутствие храма. Ну, может быть, по недостатку времени мы не будем все обсуждать, но одну вещь скажем, потому что ее каждый из нас произносит от имени Романа Гамлеэля в Песах. В конце, ближе к концу разговорной части пасхального седра мы все цитируем Романа Гамлеэля. Роман Гамлеэль говорил, тот, кто не сказал три вещи в Песах, для него общественный седр не состоялся. И эти три вещи Песах Мацао Морох. Это мы все говорим. Но в продолжение текста мы не говорим так, как ее говорил Роман Шимон. Мы ее говорим так, как ее установил Романг. Потому что Роман Шимон говорил Песах, потому что вывели, потому что Всевышний перескочил через наши дома, в дома наших отцов в Египте, Мацао потому что, Марор потому что и так далее. Мы же сейчас так не говорим. Мы говорим, Мацао, показываем Мацу, это потому что, Марор это потому что, а Песах, который приносили наши предки, говорим мы на пасхальном цедоре, он потому что. То есть Ромбам, а может быть и кто-то до Ромбама, Ромбам, изменил формулу Ромбан Шимон Гамлеэль, используя ее для пасхального цедра, где на столе не лежит пасхальная жертва. Формула, которой пользуется Ромбан Гамлеэль, не делает различия между пасхальной жертвой и Мацао и Марор. То есть, казалось бы, из этой формулы следует, что Ромбан Гамлеэль сидел за пасхальным столом таким образом, что у него на столе была и Песа, и Мацао, и Марор, и пасхальная жертва. Ниоткуда из его слов не следует, что было иначе. Так мы отвлеклись на 10 минут, не отвлеклись, а посвятили 10 минут тому, чтобы доказать, что существует сильный аргумент, а их есть еще парочка, в пользу того, что Ромбан Гамлеэль продолжал спрятить пасхальную жертву в разрушенном, на разрушенной храма в Игоре, на оставшемся целом жертву. И дальше, когда мы изучаем Талмуд, Мишну, когда мы видим цитаты мудрецов, мы можем постоянно проследить эту линию Робана Гамлеэля, который старается жить так, как будто бы храм или то-то будет, или мы что-то стараемся делать, несмотря на то, что нет храма, стараемся выполнять те линии обязанности, те линии завтраки, несмотря на отсутствие храма. И есть линия Робью Ханана, которая выстраивает возможность существования иудаизма в отсутствие храма, сохраняя при этом постоянную память о Юпонии. Первое, это мы говорили о мудрецах. Кроме мудрецов есть еще еврейский народ. И история показывает, что на протяжении по крайней мере многих первых веков, я бы сказал, что как минимум 6-7 первых веков после разрушения храма, а может быть даже и всякую тысячу, но 6-7 веков точно, в еврейском народе жила, именно в народе, жило острое ощущение того, что храм должен установлен как можно скорее при первой возможности. И это ощущение не происходило от учителей. Это мы их не учили их мудрецы, а ощущение это жило в народе и наоборот мудрецы его всячески еще и сдерживали и упорядочили. Сейчас я расскажу три исторических факта, которые, на мой взгляд, подтверждают это утверждение. Начну с восстания Баркогбы. Восстание Баркогбы началось в ответ на попытку осквернить храму Гугору. Причиной, поводом, толчком для восстания Баркогбы было намерение императора Адриана построить на месте храма, Иерусалимского храма, храм Девса, храм Юпитера. Существует не вполне понятно, было ли, только ли, может быть, Адриан только заявил об этом своем желании, а может быть, он даже предпринял какие-то усилия, может быть, что-то начал строить, мы не знаем. Достаточно было самого намерения. Адриан в начале, до восстания Баркогу, он был, в принципе, Адриан, оставшийся в памяти еврейского народа один из чудовищ и страшнейших врагов нашего народа, в начале своего правления ввел себя вполне юдафильским, или, по крайней мере, совершенно не юдафобским. С его точки зрения, римского императора, идея построить посредине столицы города, подчиненного города, храм Зевса, с его точки он, он-то думал, что хочет украсить город. Он хочет добавить город, будет уважаемый город, в нем будет храм Юпитера, евреи будут радоваться. И у него было поведено большим сюрпризом, что евреи совершенно не радовались, а восстали немедленно. То есть, как только это объявление было сделано, началось восстание. Целью восстания Баркоба было в первую очередь освобождение Иерусалима и восстановление храма служения. Баркоба, на монетах Баркоба чеканилось изображение храма, изображение храма утвари, музыкальных инструментов, тех или иных предметов, ученые смогли рассмотреть там стол для хлебов, предложений и так далее. То есть, монеты были построены, символик была связана с храмом. Он постоянно, он писал в своих письмах о намерении, о том, что надо подготовить те или иные вещи для того, чтобы, когда мы завоюем Иерусалим, освободим Иерусалим, сможем начать живоприношение. Историки не пришли к единому мнению, удалось ли ему на какое-то время реально освободить Иерусалим. Я сказал о том, что это народное состояние Баркова не было начато по указанию мудрецов Торы или каких-то религиозных лидеров. Один религиозный лидер, но, правда, самый важный, Рады Акива, поддержал это восстание, благословил это восстание, признал Баркову Машиэхом, но он его не начал. Не он подталкивал и уговаривал Баркову, пойдем, освободил храм. Наоборот, Баркова сам пособ его воины собственной церкви, то, чего они больше всего хотели, это освободить храмовый горы, восстановить храм, восстановить храмовое служение. результатом поражения восстания Баркова, как, я думаю, все неизвестно, было страшное кровопролитие, Адриан, что убил огромное количество евреев, еще большее количество евреев изгнал, продал бравство, еврейское присутствие в стране Израиля не прекратилось, но очень ослабло, а в Иерусалиме прекратилось, в Иерусалиме и непосредственно в окрестках Иерусалима больше не было евреев. Вот тут такой жертвенник уже, наконец, был разрушен, потому что в наших источниках сказано, что Адриан распахал храмовую гору, поэтому, чтобы распахать храмовую гору, надо снести жертвенник, то есть жертвенник был снесен в результате восстановления. Вот таким вот поражением закончилась эта идея. проходит всего чуть больше двухсот лет, и если мы находимся в трехсот начале четвертого века, 332, если не ошибаюсь, год, Иерусалим посещает христианский паломник по имени, который называется паломник из Бордо, мы не знаем, как его звали, но он был христианин из города Бордо, Франция, который посетил Иерусалим и подробно описал Иерусалим в части храмовую гору, упоминая место этот самый путешественник из Бордо описывает, что евреи раз в году приходят к самому месту, к месту святая святых, поливают этот разбитый камень, тот самый камень, на котором стоял корчег завета, поливают его маслом, рыдают, разрывают одежду. Явно описывается 9 авра, и судя по всему, ситуация была такова, что римляне вообще-то не впускали евреев в Иерусалим, евреям было запрещено находиться в Иерусалиме в эти годы, кстати, даже евреям-христианам нельзя было находиться в Иерусалим, то есть христиане из числа евреев тоже не могли быть с точки зрения римской власти, не могли находиться настолько жестким был запрет еврейское присутствие в городе. А вот 9 авра пускали евреев, и они шли к месту разрушенного храма, рыдали и поливали маслом развалины святая святых. Это не только не делается по указанию мудрецов, это вроде бы как по-простому является прямым нарушением всего, что только может быть. Если по всем нашим источникам на место святой святых заходить можно только для того, чтобы построить новый храм, для того, чтобы оплакивать его разрушенный храм, нет, это совершенно не является основанием ни в каком месте в Талмуде не приводится мнение, что это можно делать. Но люди это делали. То есть, я еще раз подчеркиваю, что евреи по собственной инициативе снизу стремились к развальному храму, не спрашивая по-видимому значительной степени своих учителей. Проходит еще 30 лет, 365-й год, императором Византии становится Юлиан II. В христианской литературе принято его называть Юлианом Отступником. Я нейтрально его называю Юлианом II. Юлиан Отступником называется, потому что он вернулся к языческой религии своих предков и старался, притеснял христианство, но не то, чтобы истреблял его и там всех и посылал на смерть, но мешал христианскому построению христианства в империи, хотя к этому моменту христианство уже стало государственной религией, а наоборот поощрял восстановление разрушенных языческих храмов и кроме того, он также дал разрешение евреям восстановить русалимских храмов и даже помог деньгами. Дальше описывается, что евреевых разехватило бурное воодушевление, они бросились расчищать развалины, они первым делом убрали оттуда статую императора Адриана, которая там стояла, стали восстановить расчищать развалины, восстановить фундамент, носить, готовиться, готовились к стройке, причем все источники кроме одного подчеркивают особенную роль женщин, именно еврейские женщины. Мы говорим о том, как правило, принято считать, что еврейские женщины наименее религиозно образованы, религиозное образование давалось в первую очередь мальчику. Так вот, именно еврейские женщины возглавили это движение за восстановление храма, проявляя чудесасом пожертвования, там отдавали и драгоценности, и руками, нежными руками в своих платьях подоле платья носили песок и камни для того, чтобы восстановить храм. Характерно, что вот этот порыв народа восстанавливать храм, как только такое разрешение было дано, известен нам из христианских источников, из нескольких летописей, и из языческого источника был близкий друг Юлиана, который оставил свои записи, тоже не числа язычников, который оставил свои записи и описывает это. В еврейских же источниках ни звука нету об этом казалось бы таком важном событии. На мой взгляд, это тоже подтверждает, что инициатива для строительства храма при Юлиане тоже исходила от народа, а не от религиозного руководства. Следующий, эта попытка строительства храма тоже покончилась неудачей, естественно, как и все попытки до сегодняшнего дня, эту попытку оборвало землетрясение. Землетрясение нам известно из истории, то самое землетрясение, которое разрушило город Петра в Иордании и еще много важных городов. Землетрясение и момент землетрясения был воспринят окружающими христианами как явный божественный знак того, что строить храм не нужно. Что по этому поводу подумали евреи, мы не знаем, поскольку они записи своих не оставили, но факт, что строительство было прекращено, то есть подумали, что и евреи согласились в том, что это землетрясение, это божественный знак, это дело надо бросать, а может быть не рассчитали так, но так или иначе это строительство было прекращено и наступила самая тяжелая эпоха часть для евреев страны Израиля, поскольку гизантийское правление после Юлиана стало довольно тяжким, тяжкое правление для евреев страны Израиля, и, например, известный факт, что Вавилонский Талмуд продолжали писать еще до еще 200 лет после этого, а написание Иерусалимского Талмуда было прекращено после Юлиана, и уже он остался местами недописанным, недередактированным Иерусалимским Талмудом, он остановился на более ранней стадии развития, чем Вавилонский. Ну и вообще существование евреев под византийской властью в V веке, в V-VI веке, намного тяжелее, чем под персидской властью, часто будет важно почему. Византийская власть давила, всячески поощряла евреев принимать христианство, а те, которые сохраняли верность еврейской религии, ущемлялись экономически, должны были платить налоги дополнительные и так далее, и так далее. И это давление нарастало с каждым десятилетием, с каждым поколением, естественно, были хорошие, более хорошие, более легкие периоды, более тяжелые периоды, волны, но в целом византийское проявление в стране Израиля было по нарастающей тяжким для еврейского населения. И результатом это было то, что евреи все более и более настраивались на восстание против антийской власти. А с другой стороны, в Персидской империи отношения к евреям было в общем довольно хорошие. Естественно, они там были на вторых ролях, они не были там. Власть принадлежала зороастрийской религией, но все-таки еврейская жизнь была вполне достойной. Руководитель еврейского народа имели статус княжеский, академии развивались, бизнес развивался, мудрецы жили, талмуд писали. И поэтому, а тем временем между Персидской и Византийской империей на протяжении всего шестого века, особенно в конце шестого века, длилась постоянная война. Точнее, это было много войн, но так, если посмотреть на этот период с высоты наших издалека, мы понимаем, что весь период, примерно там, чуть не сто лет, это была практически одна беспрерывная война между Византийской и Персидской империей. Особенно тяжелой она стала в начале седьмого века, период называется мировой войной раннего средневековья, это практически непрерывное много десятилетий длившаяся война между Персией и Византией, в конце концов измучившая обе империи до такой степени, что они пали, Персидская полностью пала, а Византийская почти пала под ударами Ислама, которого мы еще доберемся. Для нашей истории важно, что вот в этой ситуации еврейский народ однозначно принес сторону Персов. И это проявилось двумя обещаниями. Во-первых, в стране Израиля поднялось восстание против Византии. Которая видимо в какой-то степени поощрялась Персами и уж когда началось всячески было им поддержано. А с другой стороны Персы снарядили еврейскую армию, которая должна была пойти и пойти освобождать страну Израиля. Это была по-видимому последняя большая еврейская армия в истории до Первой войны. 20 тысяч ну не штыков а чего там было, копий 20 тысяч воинов из Вавилона и Персии 20 тысяч еврейских воинов отправилось освобождать страну Израиля от Византии и навстречу поднялось восстание в стране Израиля. То есть большой военный акт в попытке освободить Иерусалим от Византии при поддержке Персии. И результатом этого было то, что Иерусалим был освобожден. В 614 году вот эта еврейская персидская армия вошла в Иерусалим и я еще не сказал, что интересный шаг персидских властей состоял в том, что во главе армии поставили человека некого религиозного деятеля. Думают, что он был тоже потомком из Рона Дабида, хотя это не очевидно, но этот религиозный деятель, который явно не был воином, не генерала поставили возглавлять двадцатитысячную армию, а пославили некоторого мудрица Торы, пророка, какого-то мистика, который вел двадцатитысячную еврейскую армию на Иерусалим. То есть персы сознательно придавали этому эпизоду войны оттенок религиозной войны, в которой евреи были на стороне персов против христиан. И вот евреи Скарли вступает в Иерусалим в 614 год. Что она делает первым делом? Первым делом они обращаются на Храмову гору и начинают строить жертвы. Откуда нам известно, что они начинают строить жертвы из Генизы. Был такой человек Раби Лезар Калир. Раби Лезар Калир это автор огромного количества религиозных стихотворений пиутин, которые в основном в ходу в ашкенадском седуле. То есть, если мы берем ашкенадский молитвенник, то в нем особенно молитвенник на праздничные дни, на Ёмки-пур, на Рожушана, на праздники, там есть огромное количество поэтических произведений. Ну, в нашем 20-21 веке халтурные настроения ашкенадзе большей частью пролистывают пиутин. Очень немногие из них действительно читаются, еще меньше из них поются. На самом деле, если бы читать все, что было в старых седурах, наши молитвы были бы намного длиннее. Но вот у сефардов тоже есть свои, естественно, пиутин, но сефардовский пиутин написан другими людьми в другие эпохи. А вот ашкенадский в массе своей написан рабе Лезером Калировым. Но кроме того, что он написал множество поэтических произведений, которые вошли в наши седуры, он еще написал множество произведений, которые не вошли в никакие седуры. В частности, в Енисе найдена история в стихах, описанная такая поэма длинная, описывающая историю начала 7 века. До того, что нашли эти бумаги, не было известно, когда рабе Лезер жил, а теперь мы знаем, когда он жил, он жил в начале 7 века или в 6-го, в начале 7-го. В любом случае, он был свидетелем этих событий. И он пишет о том, что он называет, там немножко все зашифровано, перцы называют сасирийцами, но в общем этот шифр такой вполне очевиден. Он пишет о том, что евреи смогли восстановить жертвенник, смогли возобновить это приношение, но не смогли построить храм, потому что еще не пришел маршер. то есть подчеркивается, что первое, что они сделали, кстати, повторяется тот сюжет, который был и в других эпохах, и при восстановлении второго храма, и при строительстве первого храма, что жертвенник предшествует храму. То есть первым делом восстанавливается жертвенник, начинается и вступление, и только потом идет разговор о том, чтобы восстановить храм как таковой. Сколько длилось, трудно сказать точно, сколько длилось еврейское присутствие на храме в этот период, судя по всему, несколько месяцев, а может быть и чуть больше года. Но в дальнейшем вспыхнуло христианское восстание против персов, и дальше там был такой тяжелый период, тяжелый момент, это массовое убийство христиан-восставших вот этой самой армии. В армии входили, как было сказано, персы, евреи и еще бедуины. С точки зрения христианской исторической памяти евреи вырезали многие тысячи христиан там в этот момент. Это, по-видимому, не так. Последние исторические исследования показывают, что и количество жертв было меньше, там никаких тысяч их не было, не идет речь. И убивали далеко не в первую очередь евреи, которые, как мы понимаем, не были большими воинами. В основном это было земледельческое население военного дела не обучено. А вот в этом войне в основном принимали участие другие войска, и персидские, и бедвинские. То есть нельзя сказать, что это полностью принадлежно еврейской совести это убийство. Но в значительной степени да. Это действительно, как говорил один мой знакомый историк, по-видимому, единственное, вот евреи, христиане любят говорить, что евреи, как евреи их обижали, это, по-видимому, действительно одно единственное в истории реальный факт, момент, когда евреи действительно реально убивали христиан довольно в большом количестве, если не тех тысячах, как о том говорят, хормицистов. Но результатом этого восстания послужило то, что персидская власть изменила свой настой. Если до этого она ставила основной акцент на союзе с евреями, то после христианского восстания они переориентирулись на то, чтобы заключить союз с частью христиан. То есть часть христиан отказалась от своей верности византии, вступила в союз с перцами, и именно им была передана власть в Иерусалиме. А евреи потихонечку вытеснили. То есть сначала еврейская армия переместилась на маслячную вору, и там был некий штаб еврейской армии, и жертвоприношения прекратились, истейское присутствие на храме Багаря прекратилось, а вскоре, через несколько лет, власть в Иерусалиме снова вернулась к бизантийцам. Надо сказать, что император Ираклий обещал, он вступил в переговоры с евреями, и обещал евреям, что если они вернутся под его крыло, обещал им оставить им живых и не мстить им за все эти годы, он обещал им клятву, и клятву эту не выполнил, нарушил, как рассказывается в летописи, нарушил по настоянию монахов, в первую очередь копских монахов, которые взяли на себя обязательство поститься, и до сих пор есть в копской церкви, пост в память той клятвы, которую император нарушил, и они будут поститься, а когда вверх они взяли на себя, а император нарушил клятву и уничтожил еврейскую общину Ирусалима. Результатом этого всего было в том, что еврейская община Ирусалима была уничтожена, частью перебита, в небольшой части приняла христианство, частично разбежалась. И, в общем-то, евреев в стране Израиля тоже стало совсем мало уже. Конечно, еврейское присутствие не прекратилось, но только осталось в деревнях, на перифине и так далее. Нормального еврейского присутствия после этой войны уже не было, но недолго, поскольку через 20 лет, всего 20 лет спустя, нет, даже меньше, 20 лет после восстания, а через 15 лет после того, как Ираклий отвоевал Ирусалим, вся эта территория попадает под власть мусульман. И это уже тема нашего следующего разговора, но важно подчеркнуть, что в этой ситуации, когда Византия была откровенно враждена евреям, а Персидская империя предала евреев, надежды еврейского населения были в значительности степени обращены на ислам. Когда появился Мухаммед и первые исла, и первые мусульманы и мусульмане, евреи в массе своей поддержали новую силу, потому что никакие другие силы их союзниками не являлись и в значительной степени надеялись на том, что опять же, что именно ислам принесет с собой восстановление храма. Это уже тема нашего следующего урока отношения ранний ислам и храм. Я то хочу еще раз подчеркнуть, что во всех этих ситуациях инициативой строительства храма, снова и снова попыток восстановить храм, восстановить храмное служение был именно народ, а не религиозное руководство. И так продолжалось им и в мусульманскую эпоху тоже. Ситуация сменится еще несколько веков спустя. Начиная с эпохи крестоносцев, мы не знаем больше о народных попытках. Прошло тысяч лет народ уже привык жить без храма. Начиная с эпохи крестоносцев, мы не замечаем никаких народных попыток физически восстановить храмовое служение, а наоборот, все больше и больше, начиная с рамбама, современных крестоносцев, и дальше все больше и больше с каждым веком мудрецы, торы, религиозное руководство евреевского народа все больше начинают задумываться о том, как будет восстанавливаться храм, и это уже другой период, а вот этот период характеризовался таким отношением. Ну вот здесь я могу остановиться, и если есть вопросы, я буду рад на них ответить. тема следующего урока, это отношение раннего ислама к храму и отношение и ситуация на храме в горе эпоху раннего ислама, еврейская молитва там и отношение к строительству золотого купола и роль золотого купола. вот вопросы? Народ, по-видимому, обдумывает вопросы. Народ обдумывает. Все, спасибо всем большое, всего хорошего, до следующего раза. Окей, всем счастливо, до свидания.